После революции 1925 года королевская семья и политическая элита Британии сбежали в Канаду. При поддержке консерваторов на территории Доминиона было создано полуофициальное правительство изгнания, которое грезило мечтами о том, что когда-нибудь они вернутся в Британию. Однако не все так гладко. Консерваторы Беннета проиграли на выборах 1935 года либералом Маккензи Кинга, который вместе с коалицией прогрессивистов занял большинство в парламенте. Маккензи Кинг борется с все более возрастающими полномочиями короля и его приближенных. Мир стоит на пороге новой войны и не минувает конфликта как дома, так и за рубежом. Всех приветствую. Начинаем новую партию Казерайх за Доминион Канаду. Давно она была обещана, но вот наконец-то нашлось время, чтобы реализовать все планы. Давайте их выберем. Правит нашей страной Георг V, король-император, как его называли традиционно, правит империей, над которой не заходит солнце уже 26 лет, сел на трон в 1910 году. Но все эти 26 лет правления принесли с собой только лишь постоянные потрясения, поражение от рук кузена, смерть сына, Джон и, наконец, ссылка всей аристократии в ледяную тюрьму, Канаду. Все же, даже над такой могущественной империей, как Британия, может зайти солнце. Стойкая натура Георга была сильно подорвана. В самой революции 1925 года его здоровье лишь только ухудшалось на фоне многолетней депрессии, что заставило его сына Эдварда де-факто управлять страной от имени отца. Есть на старте два национальных духа, англо-французское разногласие, которое уменьшает нам стабильность и забирает политвласть. Также Великая депрессия. Очень много фабрик народного потребления используется и ухудшается экономический показатель. И немного я тут изменил правила игры, усилил французскую коммуну, чтобы она так быстро не сливалась с Германской империей. Также на их сторону хочу, чтобы вступила Швейцария. Поставил, чтобы во второй американской гражданской войне было все четыре стороны. Немцам взамен же я отключил коллапс Мильтель Африки. Больше тут настроек никаких я не трогал. Также стоит сказать, что в этом патче новом 0.13 добавили лимит для армии. Когда мы загрузимся, я вам покажу, что это такое. Я включил, чтобы у всех он был, и у нас, и у искусственного интеллекта. Также добавили в мирное время после войны демобилизацию. И отключили возможность создавать фракции. То есть полностью кнопки даже убрали с игры. Так что давайте будем стартовать. Вот показываю сразу насчет лимита. У нас 57 дивизий можно создавать. Я посмотрел по другим сторонам. Например, у Франции и у Британского Союза около сотни. То же самое касается Германской империи. Но это зависит также от того, какой у вас является экономика. То есть у нас, например, гражданская. Только 15% она добавляет. А вот у Британского Союза у него со старта есть мобилизация частичная. И это ему добавляет еще лимит на максимальное количество дивизий. Ну и как писали разработчики, это должно убрать лаги с игры. Именно за счет того, что будет меньше дивизий находиться на фронте. И искусственный интеллект, он не будет превышать свои лимиты. Но я не знаю, как оно сработает. Дело в том, что тут лимитируется именно по количеству дивизий. Вот у нас 18. Но это, например, может быть 18 сороковок. А может быть 18 по 10 ширины фронта. И из-за этого могут возникнуть какие-то проблемы у искусственного интеллекта. То есть он может наклепать каких-то слабых дивизий и сидеть с ними. Но надеюсь, что они потестировали хотя бы несколько партий. Этот вопрос. И не будет таких вот ошибок. Среди наших 18 дивизий есть только 5 пехотных. Остальное это всякая милиция. Слабенькая кавалерия. Есть еще 2 бригады морской пехоты. Экономика состоит из 43 фабрик. Из них 12 только военные заводы. Есть достаточно много. Как для начала игры верфей. 7 штук. Ну и главная наша сила это, конечно же, флот. 3 дредноута. 18 линкоров. 2 броненосных крейсера. 2 авианосца. Но виносы такие слабенькие. По 20 самолетов только могут нести. Придется строить более совершенные модели. Также у нас есть тут такая особенная механика. Которая связана с тем, что мы как бы захватили власть в Канаде. Ну и мы должны держать, я так понимаю, свое влияние внутри этой страны. Потому что, когда мы выполним главную цель этого прохождения. То есть вернемся на наши родные острова. У Канады вроде как должен быть выбор. Оставаться нашим доминионом. Или стать независимой страной. Если у нас будет достаточное влияние, то вроде как она должна оставаться. Но я точно не знаю. Это мои первые партии. По ходу дела разберемся. У нас есть вот решение сразу. Доступное, бесплатное. Британские изгнанники нашли себе достойное место в канадской политике. Раз в год король Герор V может направить их в нужном на нашей стране направлении. Пробенно их поддержку в нашей особе. Действия про выборы на проект британских изгнанников, либо на увеличение собственного влияния, повышение популярности короля, укрепление политвласти, стабильности в стране, либо построить завод за пределами страны. Каждая из них либо длится год, либо требует года для вступления в силу. Во всех случаях, кроме британских изгнанников, увеличивающих свое собственное влияние, уровень их влияния расходуется. Ничего не понял? Ну давайте будем смотреть, что это такое. Ох, эльфийский язык. Изгнанники получили места в канадском правительстве, а также в корпоративном секторе. И они готовы поддерживать короля Георга в течение следующего года. В том направлении, в котором ему потребуется. Надеюсь, перевел правильно. Мы можем увеличить популярность. Можем получить 30 политвласти и получить модификатор какой-то. Ну что он дает, непонятно. А также через год получить фабрику. Ну давайте, может, на первый год получим фабрику, а потом будем прокачивать влияние. Тут еще есть вот всякие разные взаимодействия с этой механикой. Нам нужна политвласть. Также у нас есть тут такое специальное решение на то, чтобы объявить войну Британскому Союзу. Но нужно выполнять фокус проекта Плук. Потом посмотрим на фокусы. Ну еще есть какой-то совет концессий. Тоже будем смотреть по ходу игры, что оно такое. Четыре ячейки на исследование у нас есть. Ставим стандартные для начала игры. Пять фабрик будут строить нам завод в Монреале. Ну и по фокусам нам пока что никакие недоступны. Там должно произойти одно событие, после которого они откроются. Также есть взаимодействие по войне в Америке. И вот Возвращение Короля должна заиграть музыка из Властелина Колец. Это когда мы вернем уже с нашей острова. Но древо не такое уже большое. Есть армейская подветка, морская, воздушная, экономика. А также внутренние дела. По квабику будут взаимодействия. Также вот тот самый фокус на проект Плук. То, чтобы до него дойти, нужно сначала будет сделать фокус на Бильд С7. Он находится вот у нас здесь. Он касается национальной безопасности. С ресурсами есть кое-какие проблемы. Их практически полное отсутствие. Но потом можно будет тоже через фокусы делать различные инвестиции в экономику. И ресурсы должны будут появляться. Ну что ж, давайте будем продолжать. Текущая ситуация. Прошло 10 лет с момента распада Великобритании в 1926 году. И за это время король остатки британского предельства и более миллиона лучших и самых ярких и богатых людей империи бежала в Канаду. С явным расчетом на то, что вскоре будет начато вторжение, чтобы вернуть родные острова из-под синдикалистических захватчиков. Однако быстро выяснилось, что синдикалистическая позиция оказалась сильнее, чем ожидалось. Ранние визиты были отклонены и в последние десятилетия британский союз укрепился и укренился. Изнанники, как их называют в Канаде, в это время остались в безысходном положении. Полные решимости вернуть свою родину, но столкнувшись с политической реальностью. Что этого возможно никогда не случится. Однажды скоро. Хотя первоначальные канадцы с распространенными объятиями приветствовали это решение, понимание того, что оно может быть долгосрочным, становится все более неприятным. На них указывали пальцами и возложили вину на тех, кто считался ответственными за крах и последующую способность исправить ситуацию. А недовольство в отношении изгнанников, которое считалось высшим классом в Доминионе, а также над законом, возрастало. В 1931 году, через год после их избрания, правительство Беннета и его консерватор врухнуло. Бело заменено Маккензи Кингом и либералами с обещанным фокусом на канадском суверенитете и сохранении британского правительства, изгнание на расстоянии вытянутой руки, вместо того, чтобы действовать, как будто в наших отношениях ничего не изменили. В этом году Маккензи Кинг и либералы приближаются к концу своего срока. И несмотря на невзгоды Великой Депрессии, растет критика того, что урегулирование политической ситуации был достигнут незначительный прогресс. Георг V лежит на смертном одре, призывая изгнанников и консерваторов вернуть империю на путь истинный. Его правительство часто конфликтирует с либералами, и канадская общественность, похоже, расколота между теми, кто считает, что все станет на свои места, и теми, кто предпочитает отказаться от своих связей с короной и с французскими изгнанниками в Африке. Предстоящие выборы кажутся самыми противоречивыми в истории Канады. Также видим, что были немного переработаны события в России, тут вот еще не хватает перевода. После того, как убили Керенского, Лавр Корнилов при поддержке Бориса Савенкова занимает позиции на улицах Москвы, чтобы побороться за власть против левых организаций и профсоюзов. После нескольких часов кровавых уличных боев Корнилов взял контроль над Москвой и провозгласил себя командующим армией и президентом России. Вообще, должны переработать всю Восточную Европу, обещали заработчики. Когда это сделают, будет интересно там тоже поиграть. Право на облюдателя в Совете Концессий. Когда в 1925 году упала Британская империя, тогдашний губернатор Гонконга пригласил войска из Германии и других великих держав, которые заняли Британские Концессии с целью защиты их от китайцев. Это вызвало внутренний конфликт между американцами и японцами и немцами, который был окончательно прекращен в 1928 году созданием Америка и городов Концессий. Как и по всему миру, несмотря на то, что Германия использует наши имперские владения, теоретически мы все еще сохраняем за собой право собственности на них. Так же и в Китае, где наши большие концессии гарантируют нам место в Совете Концессий. Однако Германия отплатила нам той же монеты и отказалась признавать оттавское правительство правоприемницей британского, что лишает нас права голоса в Шанхае. Будучи гарантом британских интересов в Дальнем Востоке, Канбера в основном отвечает за активное поддержание китайских концессий, и наш распад позволяет нам сосредоточиться на возвращении Георга Пятого на престол. Однако, если в Австралазии разрастится хаос, мы будем обязаны занять их место в этом вопросе. Мы заслуживаем право голоса в Шанхае. Да, в Австралии тут возможны тоже всякие разные военные перевороты, вплоть до синдикалистических, так что нужно следить за ситуацией. Срочные новости. Смерть короля Георга Пятого. Последние несколько месяцев король Георг страдал от болезней, его здоровье ухудшалось. Этот факт был скрыт от общественности, чтобы поддерживать видимость присутствия, в то время как проходило лечение, но похоже все было напрасно. Вчера в 23.55 ночи король умер после сильной лихорадки. Его старший сын и нацеледник принц Эдуард, он следовал трон как Эдуард VIII, и как ожидается, обратится к народу в течение месяца. Официальная коронация состоится через несколько месяцев после официального травора по королю Георгу. Падает немного стабильность, но становятся доступными фокусы. Речи короля Эдуард Принц Уэльский будет коронован королем-императором, поскольку канадская политическая арена состоит из двух основных фракций. Одну возглавляет либеральный премьер-министр Маккензи Кинг, другую же консервантированный Р.Б. Беннетт, а также изнанная к английской аристократии. Сейчас же Эдуард популярен во всей Канаде, его одобрение может стать чем-то хорошим для нашей страны. Надеюсь, что там что-то подобное написано. Также к нам прибывает делегация из Трансамура. Сегодня делегация от военной хунты Трансамура прибыла к его величеству Эдуарду VIII. В своем выступлении посланник рассказывает нам о былых временах, когда король Георг V поддержал неудачный переворот Колчака в Петрограде. Он полагает, что на этот раз изнанный адмирал победит, но ему снова нужна поддержка Антанты. Мы не обязаны помогать Колчаку, но может быть он не такой уж и бесполезный, что мы должны ответить. Можно отправить 100 единиц винтовок, но если честно, а какая нам разница, если эта страна является маринеткой Японии практически, мы ему окажем помощь такую небольшую. Начинается военный конфликт на границе Афганистана и нашего доминиона Индии. Он, кстати, является просто союзником. После Великой войны индийский доминион оказался на грани катастрофы, и королевство Афганистана воспользовалось моментом, аннексировав Пешавар и Кюветто. Осознавая, что это лишь моментная победа, король Аманула Хан пытался провести реформы, но все они наткнулись на резкую оппозицию в стране. Теперь король Афганистана снова пытается воспользоваться кризисом, возникшим после смерти Георга V. Маленькой подвеносной войной король надеется удовлетворять консервативную оппозицию и расширять свои владения, но эксперты считают, что Афганистан не выдержит второй войны. Кому из дела до Афганистана? Ну, нам есть. Мы можем вступить в их войну, правда войск у нас здесь нету, и пока они прибудут, думаю война уже закончится. Присылают нам запрос, примем в таком случае. Можно было бы и экономику поставить, но, к сожалению, не хватает политвласти. Можно разве что потом не исследовать никаких фокусов, правда не знаю, потом нас могут затребовать провести демобилизацию. По нам также бьет кризис Черного Понедельника. Еще хуже становится фокус на Великую Депрессию. 25% теперь отдаем фабрик народных. И одна только работает над созданием военного завода. Еще одна правила на то, чтобы закупать сталь. Выполняется фокус, но сначала прочитаем комментарий Эдварда насчет войны. Недавно король Эдвард сделал обход в канадских газетах, комментируя войну с Афганской Эмиратом и говоря, «Это не конец. Мировой порядок, установленный после окончания Великой войны, сейчас рушится, и империя должна быть готова. Мы не можем опустить головы в землю и желать, чтобы все было иначе, потому что войны за границей так или иначе придут к нашим берегам». Комментарии короля были восприняты как молчаливая поддержка для Беннета и консерваторов, и многие канадцы неохотно соглашаются. Консерваторы получают популярность, но нам именно их нужно привести к власти. Правда тут есть две консервативные партии, я думаю, что это вот это. Да, это именно вот это, социал-консерватисты, а не авторитарные демократы. Первое обращение короля. Когда король Эдвард готовит свое первое радиообращение к империи, он должен понимать, каким будет его сообщение. Его тайный совет, конечно же, призывает его содействовать дело возвращения родных островов. Беннет, лидер консервативной партии и официальной пропозиции, предлагает использовать свою платформу. Чтобы поддержать их на предстоящих выборах, заявив, что это послужит делу войны гораздо лучше. Другие тем временем предполагают, что поддержка нынешнего премьер-министра и правительства будет иметь большее значение для исправления препятствий и поддержания стабильности. Хотя это также можно рассматривать как молчаливое одобрение позиции либеральной партии. Никаких подсказок у нас тут нету насчет того, что мы можем получить выбор в один из вариантов. Наверное, если подготовка нации к войне, то мы получим либо стабильность, либо поддержку. Консерваторов можно привести к власти потом на выборах, либо либералов. Давайте поддержим консерваторов, раз мы выбрали этот путь. Следующий фокус у нас будет, давайте, немножко на экономику. Минус 5% по Великой Депрессии добавится также скорость строительства и производства, а также открытые решения будут по постройке заводов, королевских корпораций и на промышленность будет еще один бонус нам дан. Король Эдуард поддерживает Беннета. В своем радиообращении король обратился к нации и возбудил ее. От Ванкувера до Сент-Джона, от Торонто до Арктики. Канадцы повсюду с волнением шумят после харизматичной и сильной речи, посвященной канадской демократии. В ней король Эдуард специально призвал к долгой службе Беннета и консервативной партии и предложил канадцам, да и всей Антантии, хорошо подготовиться к предстоящей войне. Беннет, в свою очередь, публично поблагодарил короля и призвал всех своих собратьев-канадцев расценить это как поворот новой страницы и возможность наконец-то последовать за молодым и жизненно важным королем к победе. Эти выборы будут жизненно важными для нашего будущего. Получим 50 политвластием. Популярность монарха увеличится, а также 10% добавится для консерваторов. Ну, пока что умеренные позиции. Правда, вот тут так написано, будто бы изгнанники противостоят королю. Не совсем это понимаю. Вот тут написано также, что британские изгнанники обрели слишком высокое влияние на политику Канады. Мы должны немного осадить их, чтобы они не ставили палки в колеса королю. Но, насколько я понимаю, они поддерживают короля? Они же приплыли вместе с королем. Почему я должен их подавливать? Непонятно. В эстенде запрашивает поставки оружия, тысячу винтовок времен Великой войны для снаряжения своей армии. До настоящего момента в эстенде испытывала большие проблемы создания своих вооруженных сил, ввиду ограниченной способности произвести свое собственное оружие и отсутствие четкого режима тренировок. Наша помощь будет очень высоко оценена. Ну, давайте отправим им тысячу винтовок. У них есть вот три дивизии, по девять батальонов. Возможно, пригодятся нам в будущем. И они, кстати, являются нашей марионеткой. Федеративная колония, если быть точнее. Издается протокол выборов, а также в Австралазию возвращается демократия. Принц Георг становится ее правителем. До этого был военный губернатор. И тут я вот что еще интересное заметил. Я теперь не могу менять законы призывные. Видимо, в правило где-то там было это закрыто. Не знаю, может по решениям во время войны оно что-то меняется. Может через фокусы как-то можно будет поменять. 60 тысяч и того, что у нас есть, мне явно не хватит, чтобы вернуться на родину. Фокус на Королевской Корпорации выполнен. Предприятие, основанное и управляемое государством, которые получили название Королевской Корпорацией. Позволяет нам лично заниматься разработкой и производством стратегических ресурсов и не обладающих большой рыночной ценностью для частных лиц. Все добытое нами пойдет на нужды армии. В дальнейшем давайте будем заниматься внутренней политикой. Проведем имперскую конференцию. С тех самых пор, как мы покинули Британию, ни разу имперские доминионы не встречались, чтобы обсудить положение дел. Даже если сейчас мы и находимся в Канаде, мы все еще являемся правительством Британской империи. Было бы неплохо провести всеобщую конференцию, чтобы составить план борьбы с синдикалистами. Вот и решение по экономике насчет строительства Королевской Корпорации. Тут можно построить фабрики, но при этом будут использоваться 3 месяца, 3 фабрики. Военный завод. Чтобы построить еще один, нужен еще один фокус. Но давайте военный завод построим пока за 90 дней. Тут все равно у нас как был минус, что ли, пошли фабрики. Тем временем на фронте нормально проходят дела. Тут вот отрезали две дивизии. Они могли бы наступать на Кабул и дальше на Кундуз. Например, вот этой кавалерийской бригадой. Но предпочитают атаковать в лоб в горах. В Эст-Индии возникает движение рабочих. Наше правительство решает создать комиссию Майне, в которую войдут многие представители канадской интеллигенции. Будем надеяться, что наши переживания кажутся необоснованными. Но давайте попробуем поставить мобилизацию ранее. Хотя бы узнаем, стоит ли это делать в таких небольших войнах. Беннет обвиняют у либералов в бездействии. Поскольку последствия Черного понедельника все еще ощущаются в Канаде, Беннет пришел в наступление и обвинил Маккензи Кинга и либерала в грубом бездействии. Не только в отношении экономического управления страной, но и в том, что он считает неизбежной войной. Будет определять судьбу не только Канады, но и всего мира. Отчитывая большую толпу, которую он привлек в своей последней речи в Галифаксе, с ним согласны многие канадцы. Американцы требуют, чтобы мы вернули им военные долги, которые были набраны во время Вильткрига. Но между странами было заключено послевоенное соглашение, согласно которому все долги будут выплачены после возвращения на Британские острова. Требование у американцев может являться либо совершенно отчаянной попыткой раздобыть финансы, либо манипуляцией с особенно воинственных и изоляционистских элементов их правительства. Видимо в Америке есть проблемы большие. Страна между тем живет и повседневной жизнью. Две команды пробились в финал Кубка Стэнли 1936 года. Торонто Майпл Ливст, который совершает свой шестой выход. И Детройт Ред Винкс, который делает свой второй выход и все еще жаждущая выиграть свой первый кубок. Давай Торонто. И Торонто выигрывает Кубок Стэнли. Они победили Детройт в серии из четырех игр за Кубок Стэнли, пронеся канадской команде свою четвертую победу в финале. В очередной раз Кид Лайн и Чарли Конахер, Харви Бушер, Джексон и Джо Прайм принесли Кубок Стэнли в Торонто. О, Канада, наш дом и родина. Могли бы и стабильность немного поднять. Коронация короля Эдуарда. Король Эдуард, восьмой первый британский монарх, не подвергшийся коронации в залах Вестминстерского аббатства. Вместо этого королевские планировщики провели тщательно продуманную церемонию в соборе Крайст-Черч, крупнейшей гикарской церкви Оттавы. Там архиепископ Контерберийский, сам являющийся британским изнанником, совершил обряд, как и следовало традициям. При этом толпа представителей средств массовой информации внимательно следила за каждым его шагом. Вместо того, чтобы сделать свое первое публичное появление, после этого на балконе Букингенского дворца король Эдуард вместо этого появился на балконе Ридда Холла официальной королевской резиденции, где он был встречен толпой восторженных канадцев. Получаем стабильность. Король Эдуард теперь свободен и может заниматься другими делами, и популярность его увеличится. То, что он свободен, это значит то, что у нас открываются некоторые вот такие вот решения. Можем пока что обратиться к Антанте, поддержать премьер-министра, но это нам точно не надо, либерала. Можно проводить визиты в наши союзные страны. Это им добавляет поддержку войны, скорость мобилизации и так дальше. Ну давайте на 30 дней добавим поддержку войны, в зависимости от текущей популярности. Но у нас популярность высокая, людей должно много добавить. В Канаде также находятся сторонники социалистов. Они получают небольшую поддержку, но шансов сформировать правительство у них нет. Выполняется фокус также на имперскую конференцию, и вот она проходит. Во время восьмой имперской конференции премьер-министр должен решить, будет ли доминион Канада центральным, так сказать, стержнем во время возвращения на домашние острова, либо мы должны поддержать наши доминионы. Мы возьмем, конечно же, на себя. На полгода получим минус по фабрикам народного потребления и увеличим скорость строительства. 5 фабрик нам это добавило. Тут нам описывают, как проходила эта конференция. Британская империя не может называться британской без освобождения наших друзей-британцев от ужасов и тернии, которые происходят в так называемом Британском Союзе. Так, можно начать строительство еще. Фабрик. Давайте сразу это будем тоже делать. Следующим фокусом станет судьба Сената. Канадский Сенат состоит в основном из лично назначенных королем делегатов, большая часть из которых является британскими изгнанниками. Учитывая, что именно Сенат влияет на то, как тот или иной бель примут в палате общин, все больше идет разговоров о необходимости реформы Сената. Выступают также делегаты из Калибрской Федерации. Я так понимаю, это во всех, наверное, странах будут выступать эти делегаты. И они получат, ну, примерно такие же бунцы, как и мы, только чуть поменьше. Происходит обращение короля Эдуарда через решение, которое мы брали. И мы получаем 7,5% поддержки войны. Вот бы еще стабильность поднять. Можно начать, кстати, турне по Канаде. Увеличится популярность монарха. Но поскольку она высокая, давайте пока это делать не будем. Можно будет тратить на поддержку той самой стабильности. Вот за 100 политвласти. 12%, если я правильно посчитал. Это нам добавят. Ну, либо держать на то, чтобы выставить какое-то руководство, либо концерны. Возвращается комиссия Майне. И она привезла нехорошие новости. Минус 40 политвласти. Теряем. Также завершается война с Афганским Эмиратом. Индия возвращает себе регион Кветта. И Пешавар. И на этом моменте я предлагаю закончить первую серию. Следующие у нас будут развиваться интересные события на юге. Ну, а также, я думаю, в нашей стране. Пока что мне все очень нравится. Очень насыщенная игра. Много событий. Много взаимодействий. Поэтому, если нравится вам, не забывайте ставить лайки. Писать комментарии. Если они подписаны, то же подписывайтесь. Звоните в колокол. И все такое в этом духе. На этом все. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok